Много в последнее время развелось русофобов, которые косят под русскую науку или под русскую культуру, выдают за русский стандарт самую махровую ненависть к России. Ну, последнее, что это столкнулся с псевдоисториком Нориным, который решил, изучая якобы историю Чеченской войны, Второй Чеченской войны, дискредитировать и, в общем, оскорбить честь и религиозные чувства тех, кто почитает Евгения Родионова, русского солдата, за святого. Вот он разоблачает мифы. Ну, просто самый настоящий русофоб. Как только он этот текст опубликовал, ну, такой якобы псевдообъективистский, на самом деле стопроцентно русофобский, тут же слетелась вот эта русофобская кодла, которая существует, ну, просто вот как такая дымовая завеса, где только вот что-то такое обозначается антирусское, тут же туда слетается всякая гниль и гнусь. Ну, это, прежде всего, такие богоборцы, антихристиане, антиправославные. Вот это тоже сейчас становится определенной модой, и это свидетельствует о глубочайшем кризисе, мировоззрении вот этих русскоязычных россиян, которых я ненавижу не меньше, чем этот поганый режим, который у нас устроился здесь 30 лет назад, как раз вот 30-летие приближается, тоже на эту тему, может быть, что-то скажу. Вот. А искреннее переживание за Россию и русских встречается крайне редко. Вот. Я хотел прочитать два стихотворения, которые недавно увидел, как-то вот они одновременно в сети мне попались на глаза. Автор этого стихотворения Юрий Нестеренко, написанного в 95-м году, называется «Русская идея». Вот этот текст тоже может показаться антирусским, но на самом деле он написан с горечью и с болью за Россию и за русских. Вот. И здесь надо, есть такая тонкая грань, которую далеко не все замечают. Вот. Русская идея, ну, в таком как бы критическом, это, конечно, не русская и не идея, это антирусская ментальность, я бы сказал, воспитанная в советский период. То есть сейчас вот воплотившаяся просто в шквал водопад русофобии, которая хлещет просто отовсюду и, естественно, никем не преследуется. Кроме моего презрения, я со своей стороны этим людям ничего не могу предоставить. Если бы власть была русская, то все они бы сидели в тюрьмах. «Гиблая пустыня, ни конца, ни края, Общая святыня, мать-земля сырая, Топи до болота, степи до чащобы, Храмов позолота, а вокруг трущобы. Завывает вьюга, гонит снег по кругу, Коротка кольчуга на спине у друга. Глушь до буераки, воровство до драки, Да срамные враки вечером в бараки. Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину, К каждому Иуде личную осину, К каждому кумиру возжигаем свечи, Да грозимся миру встать с холодной печки. Вот поднимем знамя, да пойдём с боями, Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме. Вытопчем дорогу к вашему порогу, Пусть идём не в ногу, но зато нас много. Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно, Главное, чтоб верить, а во что не важно. Не считаем трупы, не боимся мести, Ничего, что глупо, главное, что вместе. Пить-то до упаду, мордой в грязь размаху, Нету с нами сладу, вон огнали страху. Всё кругом поруша перед образами, Изливаем душу пьяными слезами. Нас видать пороже, выросших без нянек, Нам свой кнут дороже, Да заморский пряник, мы в гробу видали Ихние конфетки, Будем жить и далее, в клетке, как и предки. Нам все перемены, как седло корове, Грязи по колено, да по пояс крови. Завывает вьюга, свирепеет стужа, Ничего, что туго, может быть и хуже. На таком морозе к чёрту все приличия, По уши в навозе, веруем в величие. Кто кого замучит на лесоповале, Нас ничто не учит, мы на всех плевали. Нас любая гадость может распотешить, В нас добро и святость тех, кто спорит, вешать. Нищая лачуга стынет под сугробом, Завывает вьюга, как вдова над гробом. Очень грустный стих. Если считать, что он написан русофобом, То он очень остро и точно попадает прямо в сердце. Если же это человек, переживающий за Россию и русских, То это упрёк, это упрёк вот этой всей русофобской нечисти бывшим русским людям. Они, конечно, уже не русские, Они русскоязычная мразь, как я их вот мысленно называю. Ненавижу всеми фибрами души. И они-то, да, Нас хотят изничтожить полностью. Тех, кто всё ещё русский. Нас осталось очень мало. А их просто толпы и орды. Вот эта орда нам говорят, Ой, это там Запад, что-то такое. Нет, это вот прямо перед нашими глазами люди, которые рождены русскими родителями, говорят по-русски, учились в русской школе, ну, по крайней мере, хотя бы чего-то знают там, начиная с Пушкина, а превратились в нечисть просто. Вот за 30 лет вот этого правления Ельцинско-Путинского вся страна наполнена мразью. И этой мрази подавляющее большинство. Вот и притесь на свои выборы, негодяи. Только не с нами. И не говорите, что вы русский. Вы не Русь поганая. Вот вы, вот как здесь написано, такие патриоты, любящие начальство, а не Родину. А прикидывающиеся, что любите Родину. И вам всё надо, всё святое, величественное и честное, надо всё испоганить. Надо всем наплевать в душу. За границей наплевать в душу, здесь всё оплевать, загадить и вот в грязи и крови. Вот это ваша жизнь, ваша судьба. Мы эту судьбу не принимаем. Мы чужие для вас. Вы для нас чужие. Мы с вами не имеем ничего общего. Ничего общего. Даже язык у нас разный. И смысл этого языка разный. Мы расходимся навсегда и напрочь. И между нами война на уничтожение. Я хочу, чтобы вы были все уничтожены. Все до одного. Прививки вот и делайте. Очень хорошо. Делайте. Вот вы, подавляющее большинство, пойдете за этими прививками. Вы ненавидите не только нас, русских, но и себя ненавидите. Такова ваша судьба. Вы её сами выбрали. Вот. А другое стихотворение, наоборот, жизнеутверждающее. Автор стихотворения Максим Золотарёв. В этом году он написал это стихотворение. И меня радует, что есть люди, которые самоотверждаются своей русскости вот таким образом. Такими стихотворениями. И в них выражается мировоззрение, конечно же. Я русский называется стихотворение. Я русский, значит я силён. Я русский, значит я красивый. Того, кто против нас возьмём не словом лесным, значит силой. Я русский, значит я умён. Я русский, значит я великий. Зверей, кочующих племён, посадим ребрами на пики. Земель, где кончится забор, забытых улиц и окраин, полей, степей, лесов и гор. Я русский, значит их хозяин. Я русский, выбираю спорт. Я закаляю дух и тело. На книге делаю упор, тружусь и говорю по делу. Я русский, чту наказ отцовства. Страну свою любовью строю. И для неё на всё готов. Готов к труду, служению, бою. Я русский, прав из года в год. Запыл наш, мать горюя всхлипнет. Кто со своим мечом придёт, тот от него же и погибнет. Я русский, значит с нами Бог. Я русский, смертью смерть поправ. Я русский, тысячи голгов народ мой вытерпел и здрав. Я русский, то есть славянин. Я русский, то есть православный. Я русский, то есть я один свершить способен подвиг ратный. Я русский. Русский не сдаётся, идёт вперёд и до конца. Там, где не светит даже солнце, ему сияет лик Творца. Я русский, мщение жестоко за пострадавших и убитых. За зуб родной, родное око. Чужая жизнь и будем квиты. Планеты вечное вращение вокруг своей земной оси. Лишь близит нам преображение великой праведной Руси. Я русский, слава роду, Богу, я счастлив в этом, вся награда. Я русский, это же немного, но мне и большего не надо. Может быть, где-то этот стих не совсем ловок, но он абсолютно здрав и правилен. Это почитание Творца, Создателя, Спасителя и почитание своего рода, который также славил Творца и Спасителя. И на этот стих тоже слетелись мерзкие русофобы. Тоже слетелись. Тоже, чтобы всё обгадить, оплевать. Написать, вот про род ты правильно написал, а вот про Бога Творца, про Христа, это всё лишнее, это надо исправлять. Вот эти русофобы бродят по интернету. Мы видим эти несметные толпы негодяев. Несметные толпы. И единственный выход нам, русским, это обособиться. Это не секта. Мы и есть русский народ, а они не народ. Они даже не просто не народ, они не люди. И к ним так и надо относиться. С ними не надо общаться. С ними ни о чем разговаривать, ни о чем спорить. Иногда думаешь, ну, ошибся человек, давайте мы его как-то усовестим, уговорим, просветим и вернём в русское поле. Но нет, такого не случается. Не бывает ошибок. Ошибок не бывает. Это не ошибки. Это точное соответствие вот этому русскоязычному россиянству. Россиянству, путинщине, ельцинщине, коммунизму, социализму и всех вот всем абсолютно чужим идеологиям и мировоззрительским догматам, которые теперь уже они превратили в норму. Для нас это не норма. Мы должны от них отделиться. Мы русские, они нерусские. Россия захвачена нерусскими. Нерусская власть воспитала нерусские поколения. Русскоязычные. Они говорят только русскими словами. Ничего русского в их мозгах, в их высказаниях, в их мыслях нет. И нечего там искать. Нечего там искать. Нет. Отделяемся навсегда и окончательно. Никаких переговорных площадок. Никаких не может быть. Про объединение говорим. Мы русские должны объединиться. Они не Русь поганая. С ними объединяться нечего. Нечего нам делать вместе с левыми интернационалистами. Они сейчас хотят некое народное собрание провести. И часть тех, кто является организаторами и входит в оргкомитет, являются просто русофобами. Это интернационалисты коммунистического склада. Они захотят вот это народное собрание повернуть непременно в сторону коммунистов, КПРФ. А значит в сторону Кремля. Хотя думают или прикидываются, что думают. Якобы они против этого режима. Нет. Они за этот режим только потому уже, что они не Русь. Что от них, от русского у них в памяти не осталось практически ничего. Кроме русского языка, который они получили от родителей в раннем детстве. Вот на этом детском уровне их мировоззрение и осталось. Все остальное это вдолбленное советской системой и постсоветскими мерзостями. Вот они с этими мерзостями и живут. Надо отделяться от них. Русское народное собрание, да, имеет смысл. Русские организации собирать русских людей. А вот эту левую нечисть, с ними у нас ничего общего нет. Они к народу нашему отношения не имеют. Они и народные, и даже иноязычные, потому что они ничего не понимают и не могут понять в том, что говорим мы. Они не могут признать то, во что верим мы. То, что мы ценим все для них, то, что ценно для русского человека, чуждо или непонятно. И перевоспитать их невозможно. Воспитать можно новые поколения. Эти уже безнадежны. Эти безнадежны, и рассчитывать на них нельзя. Поэтому от них надо обособиться. Нечего с ними спорить. Надо искать общности с теми, кто русский. Просвещать таких людей. Сближаться, объединяться. И претендовать на власть в России. Потому что никакой другой власти в России, кроме русской, быть не может и не должно. А то, что есть, это не власть. Не то есть власть, что не от Бога. А эта власть точно не от Бога. Поэтому с Богом и за русскую власть. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси!